здравствуйте здравствуйте сегодня у нас какой нас 27 ноября 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальч со мной студии ильнур байрамов у нас прямой эфир вещаем из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи остается у нас 709 дней вот тут пишут нам куда тут она убежала но я так на память помню спрашивают что делать до 5 числа так а вот вячеслав а вы куда-то бежал ладно спрашивают что делать и ждать там не ждать сидеть и ждать вот вот нашел мальцев что нам делать в регионах как готовится просто сидеть и ждать очень просто готовится ну вы должны заниматься агитацией пропагандой то есть вы должны таких себе подобных находить не ватников и как-то с ними организовываться но не надо в очень большие группы лучше очень больших большим количеством групп пассионарий да 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 ну не обязательно пассионарий в тех еще и людей нужно подтягивать которые прагматично мыслют обязательно понимаете произойдет что власть упадет под ноги и вы должны завтрашнего с послезавтрашнего с любого дня быть готовы взять ее в регионе вот сейчас власть падает под ноги кто в любом регионе готов взять власть до либерал и прочих прибегут которые скажут да мы все они всегда готовы они всегда все умеют они всегда все очень молодцы то есть ничего не нужно таких комиссары еще хуже комиссаров там комиссар хоть как по направлениям по каким-то использовали да эти могут все чем хочешь он может пойти на ту лица пилки работайте на пила раме в космос кого-то звонок на лесами и не работа непонятно я имею виду менеджером быть как чтобы он может быть менеджером вот нас затрахали менеджеры они нам не нужны власть его подчеркиваю упадет под ноги ну и и подтолкнуть придется но мы это сделаем конечно везде люди должны быть готовы а взять на себя вопросы безопасности потому что все разбегутся и минтоп вы не увидите кгбшника все разбегутся да и как бы вопрос организации власти вот так то есть как мы надо быть готовыми пришла шла неделю назад наши телезрители предлагали выйти нашему интернет-каналу на общение с неким эриком давидовичем это было так вот вообще ну а еще ты кого-то предложили ты мне что-то сказал да но это блогер он на ю тубе ведет несколько каналов очень активно себя пиарит суть в том что он берет супер дорогие машины тестируйте в общем он брал их разбивал у него был больше он немножко другой с ними просмотров но вот 23 числа он до него информацию так думаю дошла и 23 числа он отправил сообщение свой интернет-канал где признается в любви к лазиму лазьючу путину карашка и масос путинский сто процент может тогда не продолжать ну для телезрителей для всех нас чтобы не было иллюзии вы посмотрите на ю тубе также кто такой эрик давидович прям так и называется видео вот люди пишут мы не телезрители действительно они не телезрители это все-таки как-то более высокие телезрители чего сидит лох и и смотрит в ящик это здесь есть возможность интерактива общения и есть возможность не смотреть переключить понимаешь вот на телевидении нет возможности переключить канал там переключать тык тут соловьев тык там киселев тут еще какой-то хрен с горы магнитной там гордон там гандон когда буду обращаться к соратникам так вот соратники найдите видео видео кто такой эрик давидович там все вы собственно поймете что это себя представляет человек вот начнется какого-то давидович рекламируешь на хер нам давид нам несколько раз уже просили с ним связаться ну и ради бога вот когда он сам попросит связаться будет махать хвостом и говорить я записываюсь комитет по борьбе с путиным дайте мне слова ради бога нет вопрос а так зачем он нам нужен вот от наших соратников письма поздравьте морпехов с праздниками для меня это двойное событие событие в этот день призвали и в морскую пехоту и на балтику попал олег из масла вравляем конечно морпехов с праздником морская пехота это вы серьезные товарищи пом служил в морской приходит здравия дальше там из москвы письмом прошу получить очередной скромный вклад в наше общее дело прошу не упоминать мое имя и место работы ну вот очень приятно что наши соратники пишут слово наша с большой буквы очень хорошо во всех письма наше общее дело михаил из сибири спрашивает какова вероятность применения бактериологического оружия в россии в момент краха режима навряд ли кто-то применит бактериологическое оружие хотя и если вы имеете ввиду путинцев то такой вопрос мы вставили и знаете почему потому что здесь у нас в саратове проходила так сказать учение такой кгбш на и у меня даже статья по этому есть я уж не помню как она называется по поводу вот этой дезинфекции в жиром журнале да уже в журнале там а и патфы пустота она называется вот вы ее можете написать и патфу пустота вячеслав мальцев и она где-нибудь вылезет эта статья вот там описаны так сказать психологические вот эти кгбшные учения которые здесь проводились и вы знаете я вполне допускаю что может такой вариант быть комбинированный то есть и использование бактериологического оружия и использование вот этих самых слухов которые конечно же загонят людей по норам но как путинцы думают а ведь может и обратная ситуация быть они может быть и выгонят людей таким образом из норм это они использовали когда там несколько лет назад в седьмом или в каком году они это учение проводили не думаю что сейчас все повторится вот один в один евгений нам пишет многоходов очка многоходов очка да правда про кого просьба принять мой посильный символический вклад в 5 целых 11 евро на общее дело спасибо и с благодарностью за ваш каждодневный просветительский труд эдик поздравляю вас с успешным стартом пурги и желаю вам быть чуточку более сдержанным и не отвлекаться на все ли на всякие троллинги кстати его к твоего за этим и смотрят что послушать как он отвлекается на троллинге поэтому наиболее хорош именно в этом состоянии мне кажется я имею ввиду для интернета в жизни конечно наоборот в жизни эдик мыслитель и в общем-то те вещи которые он вбрасывает иногда они выламывают мозг потому что по-особенному мыслит но через некоторое время убеждаешься что либо он совсем был не прав либо он абсолютно был прав вот так вот это очень хорошо у него не бывает половина половину ли он на сто процентов прав а мы просто это проморгали не видели такое очень часто бывает это владимир из москвы нам написал следующий соратник коллега говорит что революции не будет что все подписчики лайки канала это пустота и среди них них активных нет что у людей опилки в голове делать революцию никому что вы ему ответить посмотрим время нас рассудит как говорит как говорил определенный товарищ время нас рассудит история история нас рассудит вот так он говорил история и покажет у кого опилки в голове да даже не поддел не в опилках то есть можно революцию с опилками без опилок делать и как угодно потому есть определенные исторические эпохи вот сейчас одна эпоха будет сменена другой вот эта эпоха до исторической фактически до исторической до информационная на ней висит путин песков и вот они за канат за это ухватились и пытаются вот этот вот я не знаю корабль или даже континент они пытаются удержать чтобы он не двигался у них полная иллюзия что они удерживают канат потянется ну в конце концов он лопнет ну или они там улетят катапультирует дак пультирует новостям дак новостям ребенок выпрошенной матерью из окна восьмого этажа в иркутске скончался да причем двоих детей мамашу выкинула своих маленьких один значит из них вот умер два годика 4 годика и вот мы обращали внимание на то что родители убивают сейчас в большом количестве собственных детей причем если ты помнишь эльдор мы год-два назад предупреждали что такая даже наверное не 2 наверное все таки это был март прошлого года что такая будет реакция вот на вот это вывораченное информационное поле в которых в котором путин всех держит то есть вот эти вот зрители телевидения ватники они находятся в постоянном информационном поле в информационном напряжении так бы я сказал и многие мои друзья знакомые родственники отмечают что вот вата конкретно ну они не могут спать у них болит голова у них соматические проявления представляешь там я извиняюсь за подробности которые там про человека рассказывают который такой ватник у него запор любой психиатр знает чуть такое когда на фоне эмоциональных эмоционального для переживания напряжения человека развивается запор то есть эту человеку нужно лечить медикаментозно отключать нахер телевизор и не факт что завтра он никого не выкинет с балкона ты посмотри что происходит то есть люди убивают детей таким образом природа выстает природа выстает почему потому что самые сильные инстинкты инстинкт самосохранения инстинкт материнства они самые сильные а они побеждаются инстинктом саморазрушения почему но потому что есть инстинкт самосохранения вида и вид выпьет убей себя убить своих потомков потому что ну потому что в не такие понимаешь то есть и это угроза уничтожения нации на самом деле нации на грани уничтожения то есть если вот этот инстинкт саморазрушения в нации взыграет полной мере то кончится это мы знаем чем это кончается 9 9 девочек в возрасте от 13 до 16 лет по уточненным данным отравились неизвестными таблетками в реабилитационном центре на юго-западе москвы не тут постоянно тем ты видишь что наркотиками то таблетками то еще в этих детских садах реабилитационных центрах там вообще же больницу и вообще не понял что это за реабилитационный центр причем я так понимаю что таблетки принесли из дома в этот центр вот такие дела взорванного новосибирске джипе погибу депутат завсобрания до вчера говорили как раз мы вели передачу там взорвался депутат ши и 30 лет причем на фотографии достаточно симпатичная не знаю она не знаю не она но там написано вот в связи с вот этой с именем оксана бобровская что кинезиология у нее там какая-то значит ну она она практикует мы так и на мой взгляд лженаука да ну может кто-то меня поправит и когда сообщили о том что она сидела с мужем машине машина взорвалась изнутри и пришли фотографии этой машины я увидел что повреждения не особенные я вот для себя записал только один вопрос он ее или она их вот все то есть для меня в общем-то абсолютно был понятна картина а потом уже вот сегодня написали русская служба новостей там депутата оксану бобровскую в новосибирске подорвал ее муж а life news пошли еще дальше они же не могут они же там определенные у них понимаешь у них там в башке не все в порядке а поэтому всегда те у кого башке не все в порядке у них трусах не все в порядке ну так принято понять это очень хорошо и в князи мира сего описано понимаешь вот или там в имя его легион там легионеры вот поэтому они пишут супруг новосибирского депутата загс собрания принудил ее к сексу перед взрывом для них главное для life news понимаешь еще не пишет взорвалась граната f1 чего я совершенно не увидел это бред собачий она произнесла нафиг этот f1 это оборонительная граната но они везде пишут что значит взорвалась f1 и только вот какие-то нормальные люди подозревают что это все-таки была не оборонительная граната наступательная какая-то ргдшка ну в общем-то этот какой-то муж ее спецназовец классический вариант ревности и все такой семейные разборки бабах и и все в ростовской области я просто к тому что вот такие вещи такие вещи обычно происходит в такой маргинальной среде нужно понимать кто теперь депутаты это как раз и есть маргинальная среда то есть это наркомания и это гранаты в карман ну да все я не буду даже говорить в ростовской области охотник застрелила рыбака на реке маныч 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 да ну конечно маныч они маныч и в общем-то озеро маныч есть такое и что можно сказать видишь вот в сирии идет война до отстреляют в россии так что вам не горит и взрыва и что да что сидеть на реке маныч спокойно ловить рыбу а тебя застрелит причем я так понимаю что по неосторожности застрелили приняв его там за очередного кабана или того я помню катался на водном велосипеде еще в институте учился в спортлагерь поехал катался на водном велосипеде и мы сеть поставили хотели значит рыбки наловить а со всех сторон камыши и кругом достаточно глубокая вода здесь вот камыши такой образуется озеро я и не знал что туда могут как-то эти охотники пролезть только на центр зашли и они начали лупасить они ну правда они на утее охотились у них дробь достаточно мелкая но это был ад просто то есть пока они вот не отстрелялись отправили минут тридцать был мы сидели под этим велосипедом мы пробовали несколько раз там голос подать но они нас не слышали они фигачили по всем этим камышам в общем жуть какая 7 человек в том числе четверо полицейских пострадали в результате дтп с патрульным автомобилем кисловодске ставропольского края сообщает следственное управление следствием комитета по региону ну классический вариант то есть люди ехали как они говорят на задание я не знаю куда они ехали иногда на магазин закрывается когда на ленинской раньше советский период я работал закрывался магазин за 15 минут до его закрытия неслись кировские менты и пожарка друг за другом заводкой вот но сейчас вот и обычно все ездят с проблесковым маячком но нужно понимать что нынешние водители не пропускают как правило с проблесковым маячком причем это не является нарушение правил дорожного движения то есть тот кто есть с проблесковым маячком он должен соблюдать безопасность там так и написано я помню когда у нас аллегра было и мы выправили себе вот эти маячки дают у нас шопен был потом министром стал летал я его 10 раз говорю слушай но ты до ездишь все ты выключить маячок не надо вот он на 12 мячком но и в конце концов его насадил троллейбус я приезжаю такой но его уже везли говорят там бессознание весь переломанный мент такой трясущийся мне два пистолета подают вот тут два пистолета в машине я говорю но один понятный его а второе куда я не знаю я ну а давай и приезжать бухгалтер наш такой выходит смотрит на машину просто нет напишешь нес троллейбус на большой скорости так доездился моцарт я тогда потрясло чувство юмора столкновение автомобиля с поездом под липецком погиб один человек не решит продолжение то же самое вчера было сегодня и волна пошла то есть это знаешь вот никто почему-то этим не занимается когда объективная реальность переходит в статистику ну да казалось бы какая связь между там авариями на железнодорожном переезде но когда ты в больших цифрах это рассматриваешь ты вдруг видишь что есть связь и это связь нами абсолютно не улавливается она в области информационного мира и можно даже если хорошо поработать создать систему можно даже как-то регионы районы предсказать где наиболее вероятно да то есть понятно что 99 процентов что опять железнодорожники начудили как всегда может быть один процент что сам человек этот виноват но почему это волнообразно идет то есть вот идет 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 там раз прекращается там месяц ничего нет тишина потом опять в петербурге вскрыли гробницу александру третьему да вот вскрыли гробницу тут маркин выступал там бастрыкин был при вскрытии вели как говорят следу видео и фотосъемку и маркин заявил вот он всегда лучше всех все знает однозначно однозначно установлено что ранее всклеп александр третьего никаких парень проникновений не было и как как может быть это однозначно установлен я не знаю эту маркин лучше знать человеку по профессии журналисту лучше знать что такое трассология чем многим криминалистам ладу ну оставим от на его совести тем более что я думаю что он ну сказал то что ему написали и сказали так вот почему же очень важно почему подчеркнул маркин 10 раз сказали все что туда никто не лазил к александру третьему почему знать потому скорее все туда уже но потому что им очень важно а чтобы были доказательства того что там внутри находятся останки романова понимаешь александр третьем для того чтобы провести генетический анализ и таким образом установить при помощи генетического анализа что другие останки которые не пойми откуда взяли до принадлежат его сыну ну и или внучкам до внучкам нет но они установят что принадлежат того что у них другого выхода нет поэтому они говорят что эти останки никто не трогал потому что вдруг гробницу вскрывали откуда мы знаем может быть александр третьем пультирули оттуда каком-то алкаша закинкули в шутку ради забыли закрыли забыли поэтому открывали их или не открывали маркин все равно скажет что гробницу никто не трогал потому что это очень важно для следствия иначе это не имеет смысл какое может быть следствие не знаю какой какой то может быть в резиденции пишут до гробницы вскрывать это к войне да мы знаем что гробницы вскрывать особенно сильно воюющих царей ну вы понимаете александр третий он как бы сильно нигде не воевал турецкая кампания до него закончилась все остальные кампании после него были и управление было относительно спокойным ну если исключить некоторые вещи до голод и жестокий террор по сути кровавый не дарва александр третий кровавый так что может быть к этому и вскрыто гробница сегодня об этом поговорим еще в резиденции владимира путина усилены меры информационной безопасности охранники с ноутбуками стоят да не как усилены меры безопасности ты же понимаешь но песков не может сказать тут в основном лохи кремле да они в основном не пользуются компьютерами и так далее интернетом а поэтому это меры безопасности то что у нас нет компьютеров это меры безопасности вот последний iphone там или ноутбук отняли уборщицы все это железные меры безопасности в новоогорёва там просто нет компьютеров и они объясняют это мерами безопасности тем что там лохи живут в этом новоогорёва и правит россии что люди которые живут в до историческую эпоху вот я а то что такие меры безопасности а вдруг кто-то там вот включит камеру данные на ноутбуке и жопу его голову видит это же какой кошмар поэтому лучше он не будет никогда пользоваться компьютером а будет всякими бумазейками которыми его снабжает вячеслав викторович может быть ибо ему и лучше в пятницу на кладбище новочеркасска просили с погибшим при спасательной операции после крушения су-24 моря александр кровавый это что-то новенькое да там николай кровавый был александр как как же звали то александра ой господи а да кстати кровавым тоже называли и по одну так же как и павла палки нам называли да это не новенькая репрессии после смерти батюшки были значительные конечно не такие как при столы пенита и при николай втором но все равно как как погуглить я что-то и забыл как александра третьего звали в пятницу на кладбище новочеркасска просили с погибшим при спасательной операции после крушения су-24 морпехом александра по за ничего проводить его последний пункт пришли больше 500 человек военные представители военных ветеранских организаций кадеты местной власти освободитель это александр второй он освободил крестьян ну что так позиничать да ну что можно сказать ну погиб паренек вот за что погиб фиг его знает вот сейчас тут пишут именем его школу назовут пусть в сирии назовут именем его школу потому что будущим детям там лет через 15 мы не сможем объяснить из-за что погиб этот человек просто не сможем неизвестные напали на лице и в турции раненых александр миротворец да 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 миротворец точно неизвестные напали на лице и в турции ранены 10 учащихся ну что ж вот над больше информации потому что тут непонятно это вот уже к вечеру случилось какие-то с ножом 10 человек забежали порезали людей посмотрим ну в общем все это в так сказать контексте тех событий которые происходят ничего ничего нового в турции происходит террористические акты которые бы вызвали недовольство у населения если тут не молодец путин и вот эрдоган воплотил в жизнь то о чем мечтал вот эрдоган исламист и сейчас он на свою сторону перетягивает турецких националистов представляешь вот путин всегда об этом мечтал у меня не получилось и не получится никогда в жизни а эрдоган получилось благодаря путин хотя они вот зеркальный вот можно их поставить они что один что другой то есть там человек миллиарды воруют здесь воруют миллиарды там диктатор прям настоящий здесь настоящий диктатор там не очень умный здесь не очень умный когда летать много вещей но вот видишь как-то вот там у фарти то этот бедоносец полет оланд назвал главный итог переговоров с путиным да почему сказал что путин значит дал слово что не будет наносить удары по тем группировкам которые также ведут борьбу с террористами и оланд ему верит я думаю что не верит но надо что-то сказать такое я думаю что он да а личные какие-то вопросы к путину были там типа папа дайте денег или еще чего-нибудь нормально аланта и владимир путин договорились об отме об обмене разведданными да гбуха теперь общаться не знаю в общем-то ничего в хорошего нет понятно что обмен на разведданными спецслужб франции которые уже вне закона действует их вывели из-под так сказать пятый закона и гбухи которые вообще никогда законом ты не пользовался него и не знаю как он им нужен представлять чуть такое что это будет и такой будет урокин-ролл ты душ они будут с терроризмом бороться да нет конечно я могу просто да вот даже пальцев на руках не хватит что они будут делать это отмывка бабок и наркотики и там я не знаю вообще все чего хочешь это это будет все там такая будет мерзость россия считала отношения с турцией почти союзническими и сожалеет что они разрушаются заявил по итогам встречи с президентом франсуа франсуа ландом хозяин кремля владимир путин тут много он наговорил он сказал что ну сейчас порать вот про это я конкретно могу сказать что он считал союзническими и почти там братскими отношениями но это не от большого ума мы почему не считали почему видели что эрдоган его разводит и через раз об этом говорили как только они встречаются ничего в опять ему бабу и так далее смешно было это вот и совершенно очевидно был для любого кто даже не внутри процесса кто-то даже вот находится за гранью почему там эти ребята не понимали не знаю президент россии владимир путин на пресс-конференции перед журналистами в кремле присутствии французского лидера франсуа ландо заявил о том что властям турции скорее всего прекрасно известно о нелегальной закупки закупки нефти у террористов исламского государства и в оправдании анкары верятся с трудом сказалось и не знает пусть узнает и так далее вот на об этом говорит полгода назад о том что турки наверняка способствует реализации нефтепродуктов и так далее то есть участвует в этом бизнесе а у а путин об этом вот только узнал или стал об этом только говорить то есть он же должен был понимать почему эти процессы происходят не то не только потому что эрдоган корыстный хотя он очень корыстный да судя по всему но и по другим причинам потому что он исламист российский президент владимир путин заявил что сша узнали о месте пребывания российского самолета в сирии по его словам москва заранее поинформировала вашингтон о том где когда и на каких эшелонах будут работать наши иными словами то есть вот сейчас они тут все рассказывают о том что самолетом устроена была засада и так далее но мы все ничего об этом поговорим я вот хотел сказать еще так сказать по поводу чтобы как уже тему с оландом закрыть путин и оланд обсуждали борьбу с терроризмом говорим во что это выльется и путин заявил еще очень интересно он сказал что армия сада естественный союзник которым мы поможем любыми средствами и что успешная борьба с террористическими организациями должна сопровождаться наземной операцией он имел ввиду что они должны там сверху летать а наземную операцию будет особо делать ну не будет путин вяжешься ты в наземную операцию нас всех втравишь и может быть вот там здравствуй фрейд в тебе да когда про наземную операцию там чуть говорит вот он считает невозможным побороть игил без наземной операции это о том чем мы говорили да а вот про самолет тут много в общем-то сегодня и вчера разговоров было ну давай дальше поговорим там у нас будет миллион раз про этот самолет президент турции реджеп тайб эрдоган заявил что военные поступили бы иначе если бы знали что самолет который они сбили принадлежал россии об этом он заявил в интервью франция 24 кроме того он отметил что позвонил российскому президенту владимиру путину после инцидента су-24 однако тот не ответил шамиль басаев я тебя не слышу очень это интересно конечно особенно заявление что военные поступили бы иначе если бы не знали что самолет не я вполне допускаю что они могли не знать что это российский они могли думать что это сирийский самолет и так далее терраган пожаловался что звонил путину но тот не ответил да и вот самое интересное что лавров тут же отреагировал вчера эрдоган сказал и лавров не было сказал то есть такое ощущение что лавров сидит в приемной путина и ловит все звонки и гатния не звонил эрдоган и чё-то вот какая-то несогласованность у них возникла через некоторое время было заявление что значит песков сказал что через семь восемь часов после атаки на су-24 звонил все-таки эрдоган но путин не взял трубку а вот ушаков сегодня сказал что дважды вообще звонил эрдоган путину но путин не берет трубку почему как вот эти к считать что ждет звонка от обамы я вполне допускаю да потому что чему с эрдоганом разговаривать ну приставь позвонит ордоган скажешь волоть но я знаю и ты знаешь что этот летел по нашей территории ничканули мы его совершенно законно чё ты от меня хочешь и все ничё наезд наезды никакого не будет понимаешь ничего нельзя эрдогану сказать поэтому он и трубочку не берет у него в связи с этим то что трубку не берет какие действия эрдогана по отношению лично к путину я не думаю что лично какие-то будут действия эрдогана все устраивает ты даже не представляешь как эрдоган рад ты даже не представляешь как эрдоган кайфует от того что он подтянул всех националистов возможных и невозможных что сейчас все елены идут нафиг понимаешь то есть у него нет конкурентов фактически он становится лидером нации там же тоже вот это вот в башке причина представляешь ситуация как а есть исламисты которых сильно не любят националисты очень сильно они в основном светские потому что они идут по пути кемализма главный путь кемализма светский и национально вообще кемализм это национализм прежде всего и вот они по пути кемализма тут эрдоган их уводит в исламизм они охреневают они там за великую турецкую империю и так далее и вдруг раз и тут такая смычка происходит оказывается он тоже вон за турецкую империю какая прелесть давайте тут брататься когда есть внешний враг очень легко внутри объединить даже то что совершенно не объединяется поэтому посмотрим что из этого получится но путин здорово помог эрдоган и эрдоган предложил путину с 30 30 ноября в париже да тот молчит такой пока не отвечает но молчит петров не отвечает да как садистском стишке я спросил электрика петрова ты зачем надел на шейфру но это мы дальше будем про электрика гоблина там говорить я думаю вот именно посмотрим что они там будут делать да минобороны заявила россии турция отказалась передать россии данные по сбитому су-24 но они чё идиоты что конечно объективные данные которые есть то есть это с постов пво данные это черные ящики самолета и так далее они зачем будут их передавать им нужны международные наблюдатели которые скажут что да вот эрдоган и министерство обороны турции сказали по чеснухи все как было а путин вариот понимаешь то есть ли другой вариант либо когда нет объективных данных да то есть можно одни будут говорить одно других будут говорить другое все да если предположить что они его сбили над сирийской территории такой вариант тоже возможно ну приставь ну давай дальше ладно вот тут путинский уже с аэробусом а321 на эти же грабли наступили с малазийским наступили выводы а зачем они понимают что это по времени очень долго им пофигу чё будет чё и сейчас кто-то за язык дергает что никто не дергать они могут врать сегодня через год они снимут фильм почему они сегодня наврали как они уже сделали по крыму до привезенной в пятницу главнокомандующим воздушно-космическими силами российской федерации генерал-полковником виктором бондаревым данные свидетельствуют о том что сбитый турецким истребителем f-16 российский бомбардировщик су-24 не пересекал воздушное пространство турции более того по данным бондарева это турецкий самолет углубился в территорию сирии а наведение на цель осуществлялось земли савченко наводила не ну понятно нет что в земле подсвечивали сто процентов рлс к подсвечивал тут и он прекрасно знать что это в общем норма это всегда так и бывает поэтому тут главное другое главное то о чем никто не говорит что там делал этот самолет вот чего кого там бомбил этот самолет иначе то есть я вполне допускаю что он был на сирийской территории я вполне допускаю что эрдоган дал команду замочить этот самолет над сирийской территории потому что это не территория российской федерации и это даже не территория башара асада он там никто на этой территории поэтому очень важный момент что делал там этот самолет вот Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Ответ на это мы получим, безусловно. Российские ВВС нанесли удар по гуманитарной колонне грузовиков в Сирии, рядом с границей с Турцией, сообщают турецкие СМИ. По данным Денли Сабах, в результате погибли не менее семи водителей. Да, ну вот Министерство обороны говорит, что это был не гуманитарный конвой, я имею ввиду Российской Федерации. Это не имеет вообще значения. Вот что хочешь, они везли булки, лекарства или снаряды. Это вообще не имеет значения. Потому что турки в любом случае уже обозначили конвой как гуманитарный, значит будет ответ. Какой ответ? Как ты думаешь? Ну, о том, что мы говорили. Поставят ПЗРК. Конечно, зенитно-ракетный комплекс поставят. Как минимум. И все, и вся война в воздухе закончится. И Путину сразу придется к второму акту переходить, к наземной операции. Да, все. Поэтому тут, в общем-то, филарчик просто открывается. Пресса Британии. А Россия применяет в Сирии кассетные бомбы. Да, вот пресс Британии, в частности BBC, чтобы дать ссылку, потому что, в общем-то, они очень четко все это описывают. Они пишут, что был лагерь Ямади, который находится рядом с границей. И что туда прилетал как раз этот самолет, чтобы этот лагерь бомбить. Четыре с половиной года, сколько находится там этот лагерь, его ни разу никто не разбомбил. Там, в этом лагере находятся туркмены. То есть, люди, которых турки считают людьми турецкой национальности. И то есть, получается, интересная вещь. Как мы говорили, Эрдоган главил Путина, не трогай туркменов. Прилетали, как утверждает BBC, этот самолет прилетал и бомбил кассетными бомбами лагерь. Ну, или все, что рядом с этим лагерем. По крайней мере, я далек от мысли, конечно, что если точно бросить кассетную бомбу в лагерь с беженцами, погибнут четыре человека. Как они тут пишут, и несколько раненых. Но все-таки поубивать гораздо больше. Ну, я не знаю, меня там не было. То есть, вот BBC опрашивает очевидцев. Они говорят, да, прилетали, да, бомбили. Причем, фиг ее знает кто, то сирийцы, то не сирийцы. То есть, в общем-то, все это время, вот как только российская операция началась, наносятся удары по мирным. Ну, результат не заставил себя долго ждать. Даже если этого нет, вот предположим, там нет никакого лагеря, и никого не разбомбили, и никаких туркменов там нет. Но в информационном мере это есть. И Путину никак не отмазываться. Вообще никак. Когда они кричат, это все ложь, этого ничего нет. По всем вопросам это так кричат. Да. То есть, турецкий сегмент социальных сетей раскололся по вопросу о конфликте с Россией. Кто-то поддерживает руководство страны, а кто-то ругает его за будущие экономические потери. Более-менее единодушны турки только в отношении к версии произошедшего с российским Су-24, изложенные турецкими военными. Они в ней верят. Понятно, да. Поэтому, конечно, Турция сейчас переживает процесс сплочения вокруг своего Путина и Эрдогана. И на пути, так сказать, вот этого сплочения будут еще определенные разборки с Россией. Ну, естественно. Потому что у Эрдогана появился, наконец, такой значительный враг. Причем, если здесь включить телевизор, я на секунду включил, выключил, сразу вспоминаю. Все турецкие воины, а их было миллион. Русские всю жизнь с турками воевали. Ну, так мир устроен, да. То, что они думают, турки не вспоминают что-то. Все они, конечно, припомнили. Все тоже турецкие воины. Я думаю, и скажут сейчас, и через некоторое время, Крым наш. Мы еще это услышим. Ну, вообще, конечно, безумие вести три войны, уже провести. То есть, Грузия, Украина и Сирия. И еще нарваться на Турцию. Кто-то сегодня хорошо подметил, что с тремя странами... А, ну, Гудков. Гудков вот сказали, что Россия умудрилась устроить две войны. Конфликт с тремя странами, которые находятся на Черном море. Обратите внимание. Но еще он забыл, что и напряженность бешеная с Болгарией тоже жуткая. Причем, Болгария братская страна. Так что, в общем-то, очаг сейчас напряжения ясно очерчен с точки зрения географии. А это очень опасно. В социальной сети взорвала арабская карикатура на инцидент Путина с турками. Да, тут вот такую карикатуру напечатали. Причем, араб 21 какой-то сайт. Но на самом деле, оказывается, что это главный редактор газеты. И из Катара, значит, я его имя не произнесу ни при каких обстоятельствах. Даже под пистолетом не смогу назвать, как его зовут. Джабер Аль-Хармин. Вот, Аль-Хармин. Фамилия Джабер зовут человека. Да, ну хорошо. Вот такой рисуночек сделали. Пишут сейчас в Твиттере, там везде, что Эрдоган проявил мужество, несправедливость. И есть свои границы и так далее. И я говорю, интересная совершенно вещь, что абсолютно разные представители разных народов, но в основном Суницких, конечно. Эрдогана рассматривают как большого там лидера такого своего. То есть местные националисты в Турции, а еще по всему миру исламисты увидели свет в окошке, глядя на Эрдогана. Ну нормально. Кто-то про Османскую империю вспоминает с той стороны, но и с этой стороны вспоминает. Сирийцы пишут, что мы там забыли. Арабов, армян и так далее. Османская империя закончилась. В общем, все. Началось. Ничего не закончилось. Все началось. Там в головах. Сейчас это будет зреть и раскаляться. В оборонном ведомстве США рассчитывают, что Российская Федерация не направит комплексы С-400 на самолеты анти-ИГИЛовской коалиции в небе над Сирией. Интересно, а на кого же она направит ракетные комплексы С-4? Они на Солнце? В Солнце будут стрелять или в Луну? У ИГИЛа нет авиации. Или они Башараса на самолеты будут сбивать. Или израильские самолеты они начнут сбивать. Что они будут какие самолеты-то сбивать? Чушь какая-то. Когда читал новость, у меня такая стойка была. Желание антигитлеровской. Ну да, антигитлеровская прям четко. В Турции арестованы двое журналистов за статью о поставках Анкарой оружия боевикам исламского государства. Чистят ряды? Сейчас очень хорошая ситуация у Эрдогана в плане того, что личных своих врагов он может плющить. И говорит, что они изменники родины, что они не патриоты, что они там вот то-то, то-то и то-то. А на самом деле он просто плющит журналистов из редакции изданий, которые с ним вечно воевали. Понимаешь, вечно его обсирали. Так что вот они написали статью о взаимодействии с ИГИЛ. Я убежден, что это абсолютно верно. Но если представь себе, если глава турецкой разведки выступает 16 ноября сего года и говорит, что пора признать ИГИЛ. Ну, все же, это совершенно очевидно. Кто занимается организацией всех вещей? Как раз тот, кто говорит, что нужно признать ИГИЛ. Поэтому я думаю, что журналисты написали правду. Но, в общем-то, времена изменились, да, диктатура там в Турции усилилась. И сейчас будут закручивать гайки. Спрашивают Эрдоган, националист? Конечно, нет. Конечно, не националист. Он пан-исламист, причем такой, даже, я говорю, такого ИГИЛовского толка. Очень серьезный исламист. Националисты ему нужны как попутчики. И если он там установит исламистскую власть, все националистов он сотрет в порошок, потому что ему не нужно светское государство. Ему нужно исламское государство. Поэтому мы хотели менять конституцию, вносить туда поправки, там, тоси-боси и так далее. Где касается как раз религии, отправления религиозных культов. Чтобы создать первоначальное создание исламского государства как возможно. Ну, внесение изменений в законодательные акты и все. А дальше уже все просто. В случае военной угрозы Турция может закрыть проливы Босфор и Данеллы. Ну, слушай, конечно. Вчера, по-моему, об этом говорили. Может, ну, понимаешь, когда она, Монтре, подписывала конвенцию, которую название я вчера забыл. Она, хотя это был в 1936 году, да, там еще Ататюрк жив был. Но они обязались нормы международного права соблюдать. А по нормам международного права они не могут этого сделать. Мирный проход все могут осуществлять, кроме, если случится война. Вот тогда, конечно, могут они и Босфор и Данеллы закрыть. Если война начнется. То есть, будет она объявлена. То ли предвоенная какая-то ситуация. Если Турция в одностороннем порядке выйдет из этой конвенции, я не знаю. Но это уже будет признаком войны. А в режиме чрезвычайного положения, как во Франции, вот если Эрдоган... Нет, а как? Нет, нет, нет. Только война. Только война, конечно. Россия с 1 января приостанавливает безвизовый режим с Турцией. Ну, видишь, вот как замечательно. То есть, русские люди могли хоть куда-то ездить без виз. Теперь все. Туда нельзя, сюда нельзя. И везде нужна виза. Это Путин, я говорю, таким особым образом умудряется мягкий железный занавес делать. То есть, все. Всех лохов всю вату она отрезала. Вата никуда. Все. Она кипит тут в собственном соку. Со всякими Соловьевыми и этими Киселевыми. И со всей прочей хренью вот она. И никуда. Все. Барьера. Лавров. Руководство Турции перешло грань допустимого. Да. И вот он тут с сирийским главой МИДа встречался. Рассказывал о том, что Турция проводила депортации россиян в недружественные страны. Что 200 граждан депортированы из-за участия в незаконной деятельности. Но это раньше были. При этом, по словам министра, значит, там, несмотря на имеющееся соглашение, только в 7 из 200 случаев Россия была заранее информирована о такой депортации. То есть, отдали другим странам, третьим странам, независимо от договора и так далее. То есть, еще он заявил, что террористические угрозы, идущие из страны Турции, вполне реальны. А я вот хочу спросить вот насчет депортации. Касатик, а где же ты раньше-то был? Министр иностранных дел, хренов. 200 человек отдали, минуя договор. Так Россия этот договор не расторгла? О чем вообще речь? Если бы не сбили этот самолет, вы бы так и спали, что ли? Вместе с Путиным. Артисткой, блядь. Чечня предлагает запретить называть в средствах массовой информации национальную или региозную принадлежность террористам. Ну а как же, уже журналистам запретили называть национальность людей, совершающих преступления обычной. И поэтому самые смелые пишут урожденец северокавказского региона. Выходец. Выходец, да, и так далее. А, конечно, очень здорово, чтобы не называли. Потому что 90 с лишним процентов, 94 совершают с нерусскими в Российской Федерации процентов преступлений. Ну и там по терактам, наверное, 99 процентов. Чеченских полицейских обязали отчитываться о прочитанных молитвах. Да, вот говорят, что такое исламское государство. Вот реальное проявление исламского государства. Да, то есть это такой свой ИГИЛ с блэджеком и крылатыми ракетами. Вот тут ИГИЛ, исламское государство, ну типичное. Вот оно, исламское государство. Вот так оно выглядит, если кто не знает. Почему? Потому что, ну представь, там нужно за месяц каждый сотрудник должен прочитать 300 тысяч коротких молитв пророку. А если он не мусульманин, он не может уже там служить. А если он атеист, его вообще палками, наверное, или чем там побьют, камнями. И палками, и камнями. Так что очень это интересно в условиях действующей конституции и так далее. А вот один наш знакомый, Эдик, собственно, вопрос задал. На аутсорсинге можно будет молиться? Что вот не сам, а кто-то должен молиться. Надо спросить, да. Ну а там, представляешь, сидит какой-то толстый генерал. Ему тяжело такие молитвы. Он раз там кому-то заплатил этим, как их, гастарбайтерам. Гастарбайтерам? Из Турции надо обязательно. Ну да, ну конечно, там же в основном гастарбайтеры-то из Турции все строят. А здесь они будут перестраиваться. Они будут молитвы возносить вместо какого-то генерала. Ну хорошо. В России падают акции Газпрома, Трансферти, Портов. И все это из-за Турции. Российский рынок акций из-за проблем продолжает терпеть убытки. Позиции падают по самым явным категориям. Ну почти на 7% подешевели акции Транснефти, которые по трубопроводам посылают в Дарданеллы и Босфор. И в общем, я не думаю, что... Конечно, это произошло именно повод падения, конечно, вот этот. Но я не думаю, что в этом причина. Все-таки причина совсем в другом. В том, что этот рынок, он не для Роснефти, не для Газпромов и не для каких-то таких. Этот рынок для тех, кто умеет ужиматься, кто умеет экономить. Это для Норвегии рынок, для Канады рынок и так далее. Для Австралии, для тех, кто умеет работать в нормальных человеческих условиях. А не тогда, когда там... Как помнишь этот мультик, я уж не помню, как он называется, когда ящик такой, а из него там морковь, заяц бежит, морковь вылетает. Он там морковку съел, там заглядывает, еще морковь. А потом кто-то еще там прибежал, я уж не помню, какие звери. Ну и каждому там курицы вылетают этим лисам. И они такие жирные лежат, а им все это вылетает, вылетает. А потом раз и прекратилось вылетать. И они такие жирные подходят туда. А ящик только раз переформатировался, их засосал. И там показывают, бегут динозавры. Это ящики оттуда, эти лисы, зайцы вылетают. Вот эти же, которых только что накормили морковью. Вот так оно и будет. Так что, ребята, вы вот эти лисы и зайцы, вами будут питаться динозавры. Я даже могу их фамилией назвать. В Афинах сожгли турецкие и американские флаги после инцидента Су-24. Ну, греки молодцы, конечно. Ну, ты знаешь, вот мне стыдно, что путинская эрефия отождествляется с Россией. И увлекает за собой и греков, и сербов, и белорусов, и другие братские народы. Знаешь, вот грек один сказал, о Турции можно ждать чего угодно. Ну, я с ним абсолютно согласен. Я подчеркну, от Турции, которую возглавляет Ардага, исламист. То есть, если бы там стоял власти националист, такой Мустафа Кемаль, то можно было его просчитать, конечно. То есть, ничего угодно можно было бы ожидать. А определенных шагов. А вот с исламистами сложно. Тут они вообще не просчитываются. Хотя, видишь, мы просчитываем на исламистов. У нас позавчера в Саратове был матч баскетбольной команды «Автодор» с турецкой командой. Приехали турки. Турки вели себя не то, что агрессивно, даже как болельщики, вели себя спокойно. Так наши власти местные над их трибуной огромную тряпку белую повесили. Написали два слова на русском и на турецком. Предатели. Даже после этой провокации турки вели себя достойно. Даже как болельщики достойно. Но что поразило? В фан-секторах молодая гвардия саратовская расставила своих хлебососов с плакатиками. Так вот, саратовцы, нормальные саратовцы, те, кто понимают ситуацию, одному даже этот плакат разорвали. Там полиция подошла и так далее, и так далее. Ну, что можно сказать? Ну, это обычная картина. Не от большого ума все это делается. И вообще сейчас вот самые такие отморозки, которые там сидели и носу ковыряли, теперь они патриоты. Путин завтра им скажет быть пидорастами, они станут пидорастами. Им главное, главное, что как все. Ну, хорошо. Парламент Ирана. Турция ошиблась. Господин Мальцев, почему вы ругаетесь? Это уменьшает вашу аудиторию. Мне нравятся ваши мысли. Ну, не ругай. Я не могу вас послушать с детками. Стыдно и неприятно мне. Ну, простите, что же я такой. Я что могу с собой сделать? И работаю над ошибками, исправляюсь. Вы знаете, иногда целую передачу ни разу не ругнусь. А иногда, особенно если бы вначале ругнулся, то все потом прорвало. Как платье. Бывает. Ну, я же не матом разговариваю. Давайте уж честно скажем. Парламент Ирана. Турция ошиблась, сбив Су-24. А США обострили ситуацию. Да, вот иранцы теперь лучшие друзья. Тегеран тут вообще на прошлой неделе, куда Путин приезжал. Сейчас все это обсуждают. Аналитики, что из этого будет. Ну, ты знаешь, у иранцев, в общем-то, не у всех положительные какие-то представления об этом. Многие прекрасно понимают, что происходит. И вот BBC хорошо написала, что у иранцев есть присказка про ад. Это место, которое кишит такими ядовитыми скорпионами, что приходится спасаться от них среди змей. Это имеется в виду любовь с Путиным. Это спасение от скорпионов. И, ну, имеется в виду исламистов, да. Вот, с Путиным. Очень интересно. И, надо сказать, что военные представители Ирана рассказали ни с того ни с сего, что Иран страна с наивысшей концентрацией ПВО. Один из генералов сказал, что через каждые 20 километров посты ПВО расположены. Что всего постов ПВО 3,5 тысячи штук. Это достаточно много. Это много пулера. И что в скором времени, ну, я так думаю, благодаря путинцам, постов ПВО будет 5500. Это просто безумие какое-то. Это вообще... Но главное, это не это. Главное, что заявили, что на территории Ирана находят 14 подземных ракетных складов. Так это называется. На самом деле, это, конечно, не склады. И расположены глубины от 30 до 500 метров под землей. Ну, 500 метров я понимаю, что это склад. А 300 метров, конечно, это пусковые установки. Ну, интересно, в общем-то, жить на территории Саратской области в Поволжье. И так быть, в зоне досягаемости даже ракет баллистических фактически малой дальности. То есть, всех баллистических ракет Ирана. Вот какие есть у них, даже самые старые сраные. Они сюда долетают, представляешь? Ну, неинтересно это. Азербайджан предлагает помощь в решении конфликта России и Турции. Ну, видишь, вот еще Азербайджан подключается решать конфликты. То есть, Иран сейчас подключится, Азербайджан подключится решать вопросы. Я думаю, что тут очень будет сложно. Чем больше будут встревать стран, тем более разноплановых, тем будет хуже. Но это по аналогии с 40-м годом. То есть, каждый тут определяет уже, видишь, позицию свою. Вынужден будет определить. А если вот, допустим, вопрос Алиева. А если Азербайджан встрянет и не сможет разрулить этого вопроса, и даст задний ход, то кто обидится на Азербайджан? Ну, оба. И Путин со страшной силой. Путин вообще таких вещей не прощает никому. Кроме себя. А себе он прощает все. Так что я бы ему просто не рекомендовал даже говорить об этом. В Симферополе на электроподстанции прогремел взрыв. Да, вот похоже, вот все достигло потолка, да, во всех смыслах. То есть, видишь, мы говорили, что серьезные отключения вызвали очень серьезные сбои. То есть, пока эта система работала, все работало. Ну, там, чинили понемножку. Тут отключили и по новой решили включить. И все, все начало взрываться, гореть. Вот я не знаю, фотография к этому моменту относится. Но, судя по всему, подстанция горит и горит очень серьезно. То есть, еще произошел взрыв. Там, думали, в начале теракт вчера. Но это оказался классический газ взорвался, когда натягивали потолки. Почему они взрываются? Я, честно говоря, никогда не натягивал потолки и даже не видел, как их натягивают. Газовные баллоны дешевые. То есть, они натягиваются с воздухом теплым. Можно сделать это электропушкой, которая дорогая. А можно газовым баллоном, который дешевый. А, понятно. Тогда все понятно. Глава Крыма заявил о готовности стать электриком. Да, ну, нет вопросов. У него в лагере тебя трудоустроят вообще без проблем. Вышли электриком, там столбы на окошках лазить. В сорокоградусный мороз гайки крутить, там, ну, и провода. Вообще, договорились. Слушай, договорились, Сережа. Больше электриком. В Крым из России привезли еще 300 генераторов. Да, фотографии что-то у нас мы здесь не поместили. Генераторы, судя по всему, такие. Знаешь, вот как у меня был такой чайник, назывался ЧА. ЧА там сколько-то, 50, я уж не помню, погуглите. Советский. Такой дизель-генератор, такой, который прожекторы запускал. РП-15, Б-200. Вот он. Вот такого, да. Какого советского? Это не просто советского. Это довоенные такие генераторы. Такие вот стояли в этих бомбоубежищах. Я думаю, оттуда их и собрали. В Крым притащили. АЗС Крыма остались без топлива. Ну, кстати, не все АЗС, там на некоторых есть топливо, как это неудивительно. Да, но туда большие очереди. Я вот удивляюсь, что же дальняя авиация. Вот сразу видно, понимаете, что возглавляет авиацию летчик-истребительная авиация. Фронтовая авиация, а не дальник. Знаешь, почему? Почему? Ну, как, почему? Почему было, когда возглавляли дальние авиации, командиры были? Они сразу... В Армении нет бензина. Они поднимают тут из Саратова танкеры, которые должны разгружаться в воздухе. Они не имеют права садиться на битву. Да, они туда прилетают, там садятся, на поле выезжают заправщики. Они в них перекачивают. И все так кайфовали. Люди миллионерами стали. Я знал одного, но его не посадили. Сейчас, может, выпустили. Ну, уже за другое там, где-то он взятку какую-то взял в госучреждение. А вот начинал человек с этого. Работал вместе с летчиками. Они там... Он им поставлял бензин. А они уже его поставляли. А они его туда, да, в Армению возили. Поэтому я удивляюсь, почему еще не прилетели в Крым и не привезли. Ну, наверное, потому что Бондарев командует. Он не знает, что так можно. Он фронтовая авиация. Украинерго починила лэп в Крым. Да. Заканчивают, в общем-то, ремонт они. Тут я так понимаю, что, наверное, все-таки закончили. Но главное, они не понимают, подавать электроэнергию или не подавать. Пока я так понял, что нет сведений, что особо много подали электроэнергии. Потому что, ну, не знаю, как они... То есть, видишь, на Украине нет единого мнения, что делать. Блокаду продолжать, не продолжать и так далее. Даже сами полицейские, там, милиционеры, вернее, которые пытаются там как-то разгрузить ситуацию. И я так понимаю, что у них нет твердой уверенности, что нужно гнать электричество в Крым. Укэнерго сегодня заявила о китайском кабеле в Крым. И это все равно, что подавать кровь в организм человека через муку. Это вчера они заявили, что китайцы какой-то кабель... Интересная тема. Какой-то энергетический кабель тащат, в общем-то, по дну туда, в Керчь. И будут из Керчи, значит, везде разводить. Не знаю, как это получится. Потому что, ну, как бы, на это не было нацелена вся энергетическая система. Наверное, не была на это нацелена. У них сгорит еще на 10 подстанций тогда. Посмотрим. Крымчане смотрят украинские телеканалы. Да, а там что-то, видишь, в связи с тем, что накрылось электричество, они подают сюда, в Крым, российские телеканалы. Люди начали смотреть украинские, которые вещают. И там скандал, там вот этот вот товарищ, который от Путина, там смотрящий, Полонский. Да, Полонский, он там, значит, назвал это непонятные передачи. И там сказал, спокойной ночи, малыши, пусть смотрят. Перекрыли зомбоящик. Полонского мы, когда отправим в определенные места, вот я вам гарантирую, что мы его включим. 24 часа будет смотреть спокойной ночи, малыши. А вы запоминайте, люди, потому что не мы же будем этим заниматься. Вот кто скажет, так, вот это уже Мальцев определил, когда 27 ноября 2015 года, что будет смотреть 24 часа в сутки, спокойной ночи, малыши. Другой электриком будет. Да, другой будет электриком. Вот для них же это самое страшное, зомбоящик перекрыть. В общем, в таком этапе. Конечно, сразу человек начинает выздоравливать, представляешь, нет вот этого гауна, он сразу начинает, он раз-раз-раз поплавал. Как вот Эдик сегодня хорошо сказал, говорит, представляешь, как тяжело Соловьевым всяким, этим, как их, Киселевым, говорит, им нужно из жидкого говна, ну вот с Турцией, там, ну с бендеровцами все было понятно, здесь из жидкого говна слепить конфетку. А у них все оно вот вытекает, им, говорит, приходится объяснять, что говно, оно полезно, что оно там для организма, пойдет говно жрать и так далее. А никто не понимает этого из ваты, не хочет, никто из ваты жрать говно. Там не понимают, зачем надо воевать с Сирией, а уж с Турцией зачем воевать, это вообще. Особенно тем ватникам, которые туда съездили, катались там в аквапарке, в аквапарке и на банане, а тут оказывается надо воевать. У нас вот Вячеслав Вячеславович в Крыму очень много смотрит, может передозим им привет, держитесь. Привет, да. Украина вернула России заблудившихся военных. Да, видишь там какие-то... Те, которые на БТА? Нет, 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 это не те, это 26 ноября какие-то перешли вот у пункта пропуска Меловой, двое, ну может они трезвые были, они сказали, что следовали в Армавир с целью сдачи экзаменов на право носить берет темно-зеленого цвета. В общем, ну их там в суд отправили, судья административку выписал и по одному месту мешалка, и они ушли. В общем-то вполне нормально, то есть это вот просто разница. Там пьяного мужика задержали, да, сколько его, месяц лишний держали, пока вернули тоже военнослужащего. Здесь решили меньше, чем за сутки. В общем, что можно сказать, спасибо можно сказать украинской стороне. Глава МВД Владимир Колокольцев. Государство может закручивать гайки ради общего блага. Общего блага кого? Че мальцевы сказали 27-го, 15-го года, завтра батчет. Да, вот представляешь, мне человек написал, я прочитаю, потому что я сам не усек. Ну, ты видишь, как нас, он пишет, у шайтан, я в ахуе. Это прямая речь. Вы реальный пророк, вы просите, за капризом номер 24 действительно последовала компанела, то есть колокольца. Вы говорите не кучу бредней, бредней, как ясновидящие, а всего одно слово, фразу или сон. И это сбывается. Но этого не может быть. Так не бывает. Я материалист. Ну, хорошо. И о чем пишет человек? О том, что мы вчера сказали про каприз номер 24. Помнишь, просили нас, что будет дальше? Я сказал, компанела, то есть колокольчик. Вот колокольчик зазвенел, то есть вдруг молчавший доселе Владимир Колокольцев заявил, переводя его слова на нормальные, можно сказать, что нефига никакие конституции соблюдать. Он сказал, есть время и закручивание и откручивание, но в любом случае тогда, когда возникает необходимость для их закручивания, это гаек имеется в виду. Мы должны это сделать, потому что ради общего блага можно где-то поступиться, ущемляя права. То есть и так далее, про ущемление прав. И Колокольцев, министр внутренних дел, человек, который служит закону, применяет выражение закручивания и откручивания на полном серьезе. Какое нахер колокольцем закручивания и откручивания. В другом месте тебе бы и закрутили и открутили. Яйца твои, понимаешь, за такую херню. То есть министр в другом месте, который бы сказал такое, министр внутренних дел, он на следующий день уже был бы в суде. И уже в меру пресечения бы выбирали какую. Я думаю, заключение под стражу. Почему? Ну потому что это конституционный переворот. О чем говорит человек? Это же совершенно очевидно. Он говорит о диктатуре. Вот для меня это абсолютно очевидно. Как такую хрень может нести министр внутренних дел, тем более колокольцев, которые сидел и язык в одно место засунул? Ему скомандовали. Скомандовали ему из Кремля. Я даже знаю, кто тебя скомандовал. Понимаешь? Привет. Да, привет ему. Привет. И я понимаю. То есть ему не так. Ему это не сказали. А позвонили. И сказал, ну ты че, ну ты вот че отмалчиваешься? Ты че отмалчиваешься? Ну ты выйди и скажи там туда-сюда. Ты же генерал. Понимаешь? К чему он разговорился? Потому что дали команду. Такую, может быть, в завуалированной форме. Я напоминаю, да, что Бенджамин Франклин, тот, который на денежках, он говорил, что ради безопасности, тот, кто ради безопасности жертвует свободой, да, лишается и того, и другого. Ну и там разные варианты, не достоин ни того, ни другого и так далее. То есть мы это прекрасно знаем. Если нам говорят о том, что вам будет безопасно, только нужно забрать вашу свободу, которой нет, то значит нам пиздец. Понимаешь? То есть это так вот, другими словами. Потому что свободу нельзя забрать только тогда, когда она есть. Когда ее нет, они могут принимать любые решения, потому что они нам не подконтрольны, не подотчетны. Они там живут сами по себе. И Конституция не действует. Поэтому колокольчик звенит и очень громко. Такой, дар валдая. И колокольчик дар валдая, да. Так что посмотрим, чем это закончится. Но на самом деле, вот тот человек, который про шайтана написал нам, он абсолютно прав. Это мало кто просек, но это очень серьезный звоночек. Очень серьезный колокольчик. Путин запретил депутатам Госдумы и сенаторам членство в Совете по правам человека. Ой, ну все, представляешь. То есть, если они в Совет по правам человека не войдут, туда войдут какие-то суперские люди и будут у нас права человека. Да пофигу кому, кто у тебя сенатором, кто у тебя в Совете по правам человека, кто в этой общественной палате гребаный. Они хоть что-нибудь решают. У меня вот кучу сенаторов знают. Я спрашиваю, вы что-нибудь решаете? Ну только для себя. Ну конечно. А я считаю правильное решение. Потому что ни депутаты Госдумы, ни сенаторы против людей только действуют. А ни одного нормального закона. Ну в любом случае, по правам человека-то они таких же наберут. Володя наберет таких же, да, вот этих деревянных солдат, которые будут ходить, там, маршировать и говорить, что для прав человека надо закрутить гайки. Понимаешь? Утверждение новой космической программы Российской Федерации перенесено на год. Ислав, не надо вырывать слова из контекста. Какие слова? Я комментирую то, что понял. Голубчики, они ничего не вырывают. Утверждение новой космической программы перенесено на год. Причем я понимаю то, что нужно понимать. То, что сказано, это главный посыл. Если там были еще какие-то слова, они уже не имеют значения. Они наверняка там были. То есть, чтобы сказать главную фразу, нужно еще целую кучу порожняка, такого гарнира. Такого, да нет, мы там вот, молодцы, да, мы там за закон. Ну яйца мы вам открутим, да? Ну вот, для соратников, опять же, у нас рабочий материал каждой программы больше ста страниц. Для чего ты это? Вот, говоришь. Для того, чтобы понять зерно, нужно перемолоть столько информации. Ну а при чем здесь это вообще? Мы не об этом говорим, Эльдор, мы говорим. Ну и как я понял, мы говорим о том, что вырывая из контекста, мы иногда показываем суть. Иногда. Я понимаю, о чем ты говоришь, что сто страниц я не могу им дать, потому что это будет вечность. Иногда нас ожидают вечность в эфире. Это я все прекрасно понимаю. Но я понимаю тоже, на что намекает. Ха-ха-ха, с детками он смотрит Мальцева, революция не для детей. Ну, не знаю. Я постараюсь насчет мата, постараюсь. Да, значит, космическую программу тут решили, значит, перенести на год. Утверждение. Ну, то есть, денег не дали. Все, там же денег нет. А вот на железную дорогу есть 342 миллиарда рублей, потому что... 432. 400, извиняюсь. Потому что оттуда можно упереть нормально. Вот только в РФ и дают деньги из бюджета на развитие высоко рентабельных частных компаний, которые являются монополиями. Вот как ты думаешь, почему не дали на космос и дают сюда? Потому что на космос что-то надо сделать. А здесь, может, подчистую все украть. Ничего не делать. Железная дорога же будет ходить. Люди будут платить за товары, за грузы. Сейчас они еще на грузы повысят. А Платон будет еще грузы какие-то на железной дороге с каждого груза еще получать. Еще кто-нибудь. Все нормально у них будет. Поэтому все хорошо. Ситуация на рынке труда России бьет рекорды кризиса 2008 года. Ну, это можно просто даже без комментариев. Конечно, и будет это продолжаться. Будут все рекорды побиты, поверьте. Потому что по наклонной все это летит. И потому что земное притяжение, которое действует в том числе и в экономике, только оно по-особому, тоже вызывает ускорение. Ускорение. Ну, и в свободном падении. От того, что Путин машет своими ручками и этот еще краткокрылый медведев там. Да, от этого ничего практически не меняется. Мы летим вниз и летим с ускорением. Систему Платон приготовили для взимания платы с легковых автомобилей и автобусов. Да, вот мне написали, что я ясновидящий прислали. Мы же, помнишь, говорили, что будут со всех взимать. И мы говорили, что даже не волнуйтесь, 100%. Сейчас они обкатают на больших грузах, будут взимать со всех. И вот какие-то туда залезли, в эту систему, знатоки компьютерные и скриншоты экранов, значит, это, там, разместили, где речь идет о взимании уже с легковых машин, там, я не знаю, там, ну, в общем, со всего, что-то можно. Я, поверьте, они еще будут так же взимать с лодок, с самолетов, со всех, ну, как вот дорожный фонд взимали, так и здесь будут. Я еще раз Ротенбергам напоминаю, читайте Тараса Бульбу. Чего там сделали с людьми, которые за аренду церквей брали деньги? Чего с ними сделали? Прочитайте, внимательно. Зарплаты федеральных чиновников выросли, несмотря на их объявленное сокращение. Ну, естественно. И вот мне пишут, а вы и это прогнозировали. Конечно, прогнозируют. Ну, как же, они могут лишить пуска хлеба, да, федеральных чиновников, а это единственное, на кого они могут опираться. Представляешь, если они, федеральные чиновники, так их ненавидят люто. Если они их лишат зарплаты, ну, сократят, то будет вообще кердык. Они же знают, что внутри происходит. Они прекрасно. Вот почему Колокольцев это затеял, вот это про закручивание гайка. Он же прекрасно знает, они же мониторят все. И ФСБшники мониторят, и ФАПСИ мониторят. Они знают, как чиновники относятся к властям, относятся к херово. Готовы также идти с вилами всех молотить. Объявляю, очень меня просили, причем чиновники. Они говорят, амнистия будет тем, кто поддержит революцию? Будет, сто процентов. Не волнуйтесь. Никто не забыт, ничто не забыто. Прямо меня очень высокого ранга чиновник попросил это сказать в эфире. Говорит, скажи всем, они боятся. Кто поддержит, будет сто процентов амнистия. Медведев поручил обдумать поправки о льготах по взносам на капремонт. Ну, видишь, какой-то такой молодец. Для инвалидов стараются. Вот инвалиды первой и второй группы освободятся от взносов за капремонт. Но на 50 процентов. Не целиком, а на 50 процентов. Жуть какой-то просто. Представляешь, такое ощущение, что вот эти деньги вырывают из кармана этого Медведева. Просто. Стокман распродает свои торговые центры в России за наличные. Да. Я не знаю, сколько этих торговых центров, но даже если он один, продают за 5 миллионов евро наличными. То есть, представляешь, какие нужно терпеть убытки, чтобы желать за 5 миллионов евро продать и свалить. То есть, чтобы не было налом, чтобы вообще никаких. Дали все, мы побежали. Вот и... Ну все, в общем, что-то правильно. У нас время вещества. Тут вот на Урале задержан подозреваемый в причастности к мятежу в Таджикистане. Представляешь, что человек фактически революционер, да, его здесь ловят и теперь его отдадут туда, где его ожидает смерть. Охренели просто. Так, сейчас... А ведь на ряд новостей у нас... Ну ладно, давай тогда ответим на вопросы. Вопрос. Дальнобойщики заявили, что начнут полный блокад в Москве, если не будет уволен Медведев, если не будут наказаны Ротенберги. Ну... Наш хозяин Володин уже влюбит престол, у вас нет шансов, Мальцев. А почему это нет шансов-то, Господи? Почему вы считаете, что если я так хорошо знаю Вячеслава, я не смогу его переиграть, когда он сядет на престол? Я знаю все его слабые места, поэтому тут посмотрим еще, да? Самое главное, чтобы все эти вещи случились рано или поздно, чтобы... Ну, вы же знаете Хлуев Вячеслав Викторовича. Лихорадить на чего, а там посмотрим. Они же верят в него вот безвозь. Ну, да, ну, эти... Самое слабое место у Вячеслава Викторовича, это его деревянные солдаты. Это его самое слабое место. Я помнишь, говорил, ты мне про одного человечка вчера сказал, он был врагом Вячеслава Викторовича, но лично пообщавшись, Вячеслав Викторович понял, что перед ним абсолютный дурак. Он стал лучшим его другом, и он его совал на все места там и в Москве. Ну, в Москве, ну, ничего, он не потянул, и сюда его вернули, все. Ну, дурачок человек, понимаешь? Потом давай по этому поводу поговорим. Я понял, о чем ты хочешь сказать, потом давай. Мальцев, вы боитесь поставить за собой флаг будущей революции? Не понял вопрос. А, за спиной. А мы так и не определились, какой флаг будущей революции. Пока флаг будущей революции, вот у нас маска. Это вот пока. А так мы и не определились. Просили наших соратников присылать свои варианты на почту. Да. Вячеслав Александрович, я знаю, что ситуация с Болгарией. Ну, а как все, ситуация с Болгарией жутко разругались. Вы же знаете, там отдельные люди, которые выступают за смычку с Россией, и их там трамбует, реально власть трамбует, и власть, и многие, так сказать, представители болгарского общества очень не хотят с Путиным, и вообще им все это не нравится. Хотя, казалось бы, очень было выгодно и влиться в этот газовый поток. Как они там получали какие-то баснословные прибыли, как им обещали, но они соскочили. И почему соскочили? Ну, потому что им, в общем-то, не нравится. Они не дураки. Им не нравится позиция Путина, которая... Они понимают, к чему может привести. Они живут там, на самом стыке. Там, откуда начинались все войны, фактически. Ну, или близко к тому месту, откуда начинались все войны. Поэтому там люди прекрасно понимают, во что это может вылиться. Ну, исторически, как-то вот с начала 90-х годов, болгары, я помню, в Болгарии, они все хотели общаться с долларскими американцами, как они их называли. Вот. Флаг Батьки Махну, тоже, кстати, неплохой. Флаг анархистов мне очень нравится, но он не к этому случаю, понимаете. Все-таки у нас не революция анархистов. Это будет дальше. И это будет дальше. То есть, путь к анархии, он не близкий. Для того, чтобы кругом была анархия, нужно еще как высшая, так сказать, степень развития человечества, которое можно назвать коммунизмом, анархом, там, царством божьим на земле и так далее. Вот что такое? Отсутствие власти, государственной власти, государственной. То есть, его механизмами, аппаратами принуждений, когда тебя хватают за яйца, говорят, плати Роттенбергу. А вошли вы нафиг, с ума сошлись. Вот когда, когда такого не будет? Ну, тогда, когда разовьется информационное общество, когда разовьются технологии. Такое будет невозможно. Сейчас уже невозможно такое. Уже сейчас оно работает. И Путин, и прочие кренделя думают, что это возможно, потому что они живут в доисторическую эпоху. А мы живем уже в новую эпоху. Но она только начала развиваться. Вячеслав, вы информационный воин. Каждый, кто здесь, он информационный воин. Это особенность современного этапа. Вячеслав, если во время революции субъекты РФ начнут откалываться от РФ, что будет делать война? Ну, какие субъекты РФ? Если те, которые исторически являются Россией, они не начнут откалываться. Помилуй Бог, никто никогда их не откалит. Если вдруг отлетит Кавказ, ну, Кавказ, по моему мнению, должен быть свободным. И мы столько проблем решим и вопросов, кучу проблем и кучу вопросов, просто дав свободу Кавказу. Гораздо лучше, чем потом всю жизнь с ними воевать. Поэтому, ну, это мое мнение, но я думаю, что так оно и будет. Потому что это вот в контексте того исторического развития, которое мы видим. Так, Слава, куда вам писать? А у нас же там есть почта, да? Да, по вкладке о канале. Вкладка о канале там все есть. Так что, ну, хорошо, спасибо. До свидания. Ой, я извиняюсь. До новой исторической эпохи у нас осталось 708 дней и полтора часа. И подумайте, с каким флагом мы будем встречать эту новую историческую эпоху. До свидания. Продолжение следует...